В прошлой серии вор в законе всё же понял, что на меня можно положиться. И я стал положенцем Батыревской ОПГ. С таким статусом я обратился к бывшему ФСБшнику под прикрытием, который сейчас доживает свои годы в армии на контракте. У него осталось много связей с прошлого. Он сказал, что один из этих тварей испарился, и последний раз его видели у магазина Ведова. Я уже был готов пытать этого продавца в магазине, но там никого не оказалось. И я приду сюда потом, и выбью из него всё, что он только про них знает. Чего бы мне это не стоило. Йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже девятая серия рубрики «Путь до лидера ОПГ». Это рубрика, в которой мы с вами с абсолютного нуля стремимся стать одним из лидеров существующих вообще ОПГ-организаций на сервере Блэк Краша. А вот победитель из прошлого видео, который забирает сумму денег, равную количеству лайков. Сегодня мы также сделаем такой розыгрыш. Один лайк равняется одному рублю, ребята. Так что обязательно его прожимайте. Также не забывайте, что для участия вам нужно обязательно подписаться на канал с колокольчиком, ну и написать комментарий от четырёх слов. И самое главное, скачайте игру по моей ссылке в описании, только по моей. Всё есть в описании, как вы понимаете. Ну а если вы ещё не играете на Блэк Краши, присоединяйтесь именно на сервер Индиго и вводите при регистрации мой никнейм «Роман Виндетта» и мой топовый промокод «Хэштег Виндетта». А также если у вас будет в нике «Моя фамилия Виндетта» на сервере Индиго, я лично от себя дам вам 100 тысяч, конечно же, при встрече. Так что дерзайте, ребята, запасайтесь прямо сейчас вкусняшками, потому что серия получилась очень пушечная. Ну и мы начинаем. Погнали! После прошлой серии я должен был выполнить норму, и я успешно это сделал. Дал задание братку, дальше принимал жаргоны, уставы, чтобы младшие ранги повышались. Потом мы с Ричардом начали собеседование, и какой-то неадекват с нашей ОПГ дебешил весь строй и летал над этими гаражами. Я его предупредил несколько раз, но он, к сожалению, не понял, и пришлось дать ему выговор. Он у него, кстати, был уже второй по счёту. У меня откуда-то позже появилось три звезды, и копы нагло приехали прямо к нам на хату. Сначала мы их отстрелили, но потом меня повязали в наручники. Хорошо, что меня спасли братки. Но я по-прежнему не мог двигаться из-за наручников, а когда я вышел, оказался в тюрьме на полчаса. По выходу с курорта я провёл тренировку и лекцию, и уже сдал норму. Как вы видели, вчерашнюю норму я, в принципе, выполнил, даже немножечко перевыполнил, ребята. Ну и сегодня у нас новый день, а значит всё нужно выполнять заново, ребята. То есть две тренировки, две лекции, две, конечно же, ребята, два собеседования. Тут какой-то челик просит уволить его по PSG, ребята, то есть по собственному желанию. Ну и давайте пишем IninVite. Так, по-моему, вот так эта команда пишется. Да, и, собственно, давайте его уволим. У него 399 ID. Ну и пишем PSG. Вот так вот его увольняем из организации. Ребята собрались уже вокруг меня. Ну и, ребята, сейчас что-нибудь мы с вами проведём, наверное, по типу лекции и тренировочки. Так, в принципе, ребята, как мы видим, уже кто-то строя сделал. Это у нас, судя по всему, сделал вот как раз-таки вот этот чувачок. Как вы видите, тоже он у нас в такой белой накидке, в белой такой куртёхе, ребята. Ну и даже прохода нету. Ну и сейчас что-нибудь замутим обязательно, ребята, потому что нам нельзя стоять без дела. Делаем строй. У меня есть одна очень интересная задумка. Строй первая, пятая масти. Вот так. Ну и, в принципе, неявка выговор. Чтобы, так сказать, слушались получше. Потому что, ребята, реально просто очень сложно управлять составом. Только пригрожать, если выговорами, тогда более-менее все слушаются. Ребята, вы просто посмотрите, сколько здесь человек. Давайте для уточнения я вам скажу сейчас в текущее время. 10.01. Только что был Payday, который я не получил, потому что только что зашёл, соответственно, в игру, ребята. Ну и сейчас мы с вами поедем на шашландосы и просто проведём рпшечку для ребят. Я думаю, они будут только за, ведь у них, скорее всего, в заданиях такое есть. Итак, сейчас поедем на шашлыки. Так, всё, ребята, я им сказал брать гелики. Сейчас они уже потихонечку рассаживаться будут. Ну и мы поедем с вами, конечно же, создавать такую небольшую рпшечку в виде похода, так сказать. Мы, скорее всего, вот сюда с вами остановимся, где есть палаточки вот эти. Но это больше не похода, больше мы просто там остановимся и будем, конечно же, мутить поляну, ребята, кушать, там хорошо проводить время. Ну и заодно это у нас будет учитываться как рпшка. Соответственно, ребята, это будет всем ребятам круто, я думаю. Ну и мне тоже не помешает для выполнения нормы. Хотя, ребята, в принципе, в принципе, это мне особо как-то и не помогает. Но просто для разнообразия контента решил замутить вот такую вот движуху. Думаю, будет вполне интересно. Вы когда-нибудь видели такой длинный конвой на Блэк Раше? Я лично вижу такое впервые, ребята. Ну, скорее всего, просто потому что каждая печенька взяла гелик. И, блин, получилось, что они не совсем заполнены. Так, ну и всё, ребята, мы с вами, в принципе, отправляемся сейчас на шашлычок. Это находится достаточно здесь близко, возле, собственно, ТК Батырева, ребята. Ну и смотрите просто на карту, ребята, или посмотрите просто сзади меня. Что за жесть, это просто нереально, ребята. Что мы с вами за движухи делаем? Просто весь сервер захватили. Кто вообще нам сейчас сможет помешать? Мы им просто свинца напихаем вот этим всем конвоем. Это просто, ребята, что-то с чем-то невероятное. И абсолютно для меня круто это всё выглядит. Напишите в комментариях, участвовали ли вы в каких-нибудь таких РПшечках, в ОПГ. Да, и сейчас все, кто куда, надеюсь на адекватность наших, конечно же, сотрудников, так сказать, кинотеатра Вашингтон. Да, 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 офигенно поели шашлычков. Почему? Почему? Почему они утонули, блин? Это какое-то ледовое побоище, ребята, посмотрите просто на это. Да, что-то у нас большие человеческие потери, и гелики мы тоже все с вами потеряли, кроме одного. Прибыли мы уже чуть-чуть на другое место, я хотел вот здесь, где палаточки, но там почему-то эти гелики попросту тонут. Хотя, ребята, такого быть, по идее, не должно. А вот это, я уже понимаю, местечко для шашлыка. В этот раз наш гелик не утонул, и это очень-очень круто. Эм, да сука. Ну и вон нахрен, короче, это озеро, и мы возвращаемся к себе на хату, потому что, ребята, сейчас наши все продукты, как вы понимаете, которые были в гелике, утонули. Ни мяса, ничего у нас нет, и мы попросту с вами не сможем сделать и пожарить шашлык, ребята. И поляну, соответственно, накрыть тоже, и поэтому нам ничего не остается, кроме того, как фигачить пешком вот так вот бегом на базу. Я уже прибыл на базу, и давайте откроем подарочек, точнее, ребята, рулетку, которая мне выпала из подарка. И сегодня, кстати, через 13 минут мне еще выпадет подарочек, это очень-очень круто, и, скорее всего, это будет рулетка. Так, давайте мы с вами откроем один бронзовый кейс, который у нас есть, и посмотрим, что нам вообще выпадет. Ребята, очень интересно. Наконец-то у меня выше четвертого уровня, и мне теперь постоянно будут падать рулетки, и будет что-то интересное из них выпадать. Мне выпала кепка BlackRush, и, слушайте, аксессуарно между этим было два слота с донатом. Заходим в SlashRoulet, и здесь у нас вот это как раз-таки кепка, и на нашу лысую голову она, думаю, зайдет, ну, по крайней мере, неплохо. Так, давайте ее попробуем отредактировать и посмотреть, как вообще будет смотреться. Ну и как-то вот так это смотрится нормально, в принципе, ребята, можно и так погонять, но он теряет этот скин какую-то свою такую злость, какую-то свою опасность с этой кепкой, и выглядит он как будто он какой-то мальчик обычный, а не ПГ-положенец. Так что, пожалуй, я лучше одену очочи, и, ребята, вообще с кайфом. Кстати, вышел новый промокод в честь, конечно же, ребята, 23 февраля. Кстати, поздравляю вас всех с праздником, я не знаю, выйдет ли сегодня это видео или завтра, ребята, но, тем не менее, поздравляю всех мужчин. Так, ну и, ребята, где у нас здесь промокоды, так, активировать промокод, ну и вот так вот 23 февраля, пишем, ребята, и нам, получается, выдают какой-то бонус. Спасибо за активацию, так, смотрим, а что нам выдали-то? Так, смотрите, мы получили УАЗ Патриот на 24 часа, 40% скидки на товары из магазина и 10% скидки еще на какой-то товар из магазина. А что это за скидки? Я его вообще фиг его знает, ребята, давайте зайдем и посмотрим. Такс, такс, ага, военный билет мы могли с вами за 78 баксов купить, также музыкальную подписку и уникальную музыку на вход, ребята. Ну ладно, это нам, в принципе, ничего не пригодится, а вот УАЗ Патриот это вполне норм тема, можно его попробовать забрать. О, смотрите, теперь в кар, если тачка промокодная, пишется слэш вот так вот промо, ну точнее не слэш, а вот в таких скобочках, это, видимо, такая тоже маленькая новая штучка, которая появилась и, я думаю, ее мало кто замечал. Да, только этот Патриот находится в высоком салоне, ну не знаю, поедем ли мы за ним или нет, но вообще тема прикольная. Можно вообще замаскироваться под вояку и в целом захватить военку, попробовать на УАЗе Патриоте, как вам идейка, напишите в комментарии. Кстати, мне также за промокодик дали скин, ребята, вот такого военного, давайте его оденем, сначала нужно, конечно же, снять нашу рабочую форму, топового ОПГшника, так сказать, ну и вот мы с вами печенька, давайте теперь наденем вот эту как раз таки форму, ну и, ребята, посмотрите, я стал просто военным. И сейчас я могу, в принципе, взять еще УАЗ Патриот и залететь на военку в маске, и никто даже не догадается, что я ОПГшник, помимо моих подписчиков, которые там вполне возможно могут быть. Останавливает меня, к сожалению, то, что это будет не совсем по правилам и мне, скорее всего, выдадут какое-нибудь предупреждение, так что мы с вами так делать не будем, а давайте лучше замутим движухи в виде какой-нибудь лекции, ну или там, например, тренировочки. Более-менее составчик мы собрали, ребята, тут человек, наверное, 10, но, ребята, не будем особо всех там подряд тревожить, вот, ребята, еще подтягиваются, прошло всего минут 5, ну и давайте начнем, ну и что ты припарковался тут посредине строя, конечно, ты вообще красава, блин. Сейчас я проведу вам тренировку, скриним это для того, чтобы сдать норму, ребята, ну и также сейчас мы с вами будем ее непосредственно проводить. Я не буду их жалеть и скажу им, давайте присели для начала, ну давайте 70 мы начнем и после чего еще дадим им отжимания также и какие-нибудь, например, бёрпи, ребята, чтобы они, конечно же, ребята у нас были нехиленькие и, так сказать, были готовы, были готовы ко всем препятствиям, всем рпшкам, различным походам на ВЧ, чтобы, ребята, они просто были машинами и, в принципе, давайте, ребята, еще немножечко подождем, они просто делают приседания, будто Эрик Давидыч, полторы тысячи в час там, я не знаю. Закончили, теперь 40 отжиманий, так, ребята, в принципе, наполовину у нас уже тренировочка прошла успешно и осталось совсем немножечко. Смотрите, тут тренировочка идет, он сигаретку потягивает. Капец, конечно, спортсмен. На этом тренировка окончена, скриним это все дело, как, в принципе, и во все прошлые разы, ребята, ну и начинаем, конечно же, запускать биндер с, естественно, ребятки, нашей лекции на тему жаргончик. Так, все это скриним, и мы можем, в принципе, пройтись вот так вот, потому что биндер за нас все это говорит, ребята, ну и закончить эту лекцию очень-очень быстро, буквально за несколько секунд. Я передал строй Ивану, судя по всему, он также достаточно высокий ранг, и посмотрим, что он также захочет провести, ну, мне кажется, какое-нибудь собеседование или что-то типа такого. Кстати, ребята, для разнообразия рубрики мы с вами можем обратиться вот к такому черепу, и тут написано криминальная афера, и здесь у нас куча всего, мы с вами сможем сделать кучу всяких разных заданий, это очень интересно, ребята. И у нас есть такое задание, как доставка кайфа, то есть развезите 50 килограмм марихуаны, сделайте для людей весьма приятное дельце, ну, вы, в принципе, понимаете. Каждый из участников аферы обязательно получит свою заслуженную долю, видимо, в виде денег, авторитета и бонусов. Так, есть у нас еще такое задание, как это точно наш товар, ребята. Необходимо забрать 5 кейсов с отмытыми деньгами. Оу, капоны, какое-то капоны, задание для капоны. Ограбление банка это, наверное, самое интересное, что только есть в УПГ, ребята, и к этому нужно очень-очень жестко готовиться. Станьте известным грабителем, словно Бонни и Клайд, ребята, соберите свою команду и, собственно, конечно же, совершите успешное дело за всю вашу карьеру. Ну и все, на этом задание закончено. Если вы хотите, обязательно ставьте лайк и напишите в комментариях, какое именно задание вы хотите, чтобы мы здесь взяли и выполнили. Но мне кажется, ограбление банка это самое лютое и интересное, что вообще есть. Пока там строй занят, ребята, я, пожалуй, поеду и отдам деньги новичкам, потому что мне уже 40 тысяч надавали подписчики. И, чтобы, дабы не нарушать правила рубрики, мы сейчас их тоже кому-нибудь раздадим. Опля, я подъехал к магазину одежды. Давайте дадим вот этому бомжику, например, денюшек. Так, здорово, братишка. Правда, у него ник, но на РПшной и долго он, скорее всего, с ними не проходит. Так, давайте дадим ему, ну, тысяч 20, наверное. Я думаю, он себе купит нормальный вполне скин и выполнит первые квесты, и ему будет вообще в кайф. Так, вот еще есть братишка с ID558. Так, ему мы тоже даем, конечно же, эти деньги. Так, ну и давайте 2500. Вот так вот, оп, оп. Ребята, то есть у меня должно остаться 69, по-моему, тысяч. Так, ну и еще давай косарь ему дадим. И, в принципе, все, ребята, наш баланс теперь, наконец-то, легальный и, в принципе, честный. В общем и целом, строй распустили, ребята. А если мы возьмем прямо сейчас какое-нибудь задание, например, доставка кайфа, что будет? Так, игрок Кристофер Вендето взял фракционное задание доставка кайфа. В общем, нам дается всего 15 минут на то, чтобы мы с вами доставили непосредственно наркотики. И нам нужно садиться именно вот в эти автобусики. Да куда ты сел, господи? Вот сюда, ребята. И нам сейчас нужно будет эти наркотики доставить с братвой. Так, собственно, мы получили метку с вами недавно только что. Скорее всего, копам уже доложили наше местоположение. Так, ну и, ребята, сейчас мы с вами будем это все доставлять. Но надо, правда, народ собрать. Все, я зафулил, как мог, этот фургон людьми, ребята. Ребята, второй фургон вообще куда-то испарился. Либо его кто-то стыбзил просто из наших ОПГшников. А нет, вот он стоит, ребята. Короче, второй фургон где-то просто потерялся. Блин, это все получилось спонтанно. Я не думал, что у меня действительно получится прямо сейчас поехать выполнять это задание. Но у нас есть всего 15 минут. Поэтому я не могу просто вот так вот своим временем жертвовать, ребята. Поэтому мы летим с вами втроем, походу, ребята, с двумя еще чуваками-бандитами. И сейчас доставим прямо сейчас до этого, конечно же, наркотики. И получим бабки за это. Интересно, кстати, сколько. Я сейчас словно этот дальнобойщик еду и везу в Эдово груз. Только уже немножечко небезопасный. Мы с вами уже подъехали в Эдово. Нам осталось тут совсем немножко, ребята. Я полностью почти разбил этот весь фургон. 53% вообще жесть, ребята. И вот она как раз таки вот эта метка. Тут также и другие ОПГшники. Судя по всему, могут это брать даже младшие ранги. Так, ну-ка мы с вами сейчас включим чат. Так, отлично. Один из фракционных грузовиков прибыл на склад. Теперь необходимо выгрузить из него все ящики. А, то есть, ребята, мы с вами выходим вот так вот и начинаем выгружать ящики. Вот здесь у нас такая штучка появляется. Берем ящик, ну и, собственно, ребята, выгружаем. Так, у нас всего лишь 10 ящиков, как видим. И вот сюда мы с вами подходим и ящик выгружаем, ребятки. И все, дело вот таким образом у нас очень быстро идет. Берем, выгружаем и забираем себе мании в кармане. Все, нам пишет, отвезите грузовик обратно на базу своей организации. У нас тут, получается, еще нужно выгрузить или это вообще был чей-то другой грузовик. Другого какого-то чела, который подъехал уже сюда непосредственно. Ну и, ребята, сейчас выгрузим еще одну фуру, так сказать, маленькую. Посреди дороги у нас почему-то закончилось это все дело и мы выполнили это фракционное задание и нам дали 10 тысяч за участие. Ну, я ожидал, честно говоря, побольше, но пойдет, в принципе. О, кому-то 10, кому-то 12, мне забашляли 10 лично. Ну, видимо, они побольше ящиков перетаскали. И таким образом, ребята, вот это все задание выполняется. Только у меня один вопрос. А как мы обратно-то сейчас вернемся? Ну, а на этом уже девятая предюбилейная серия рубрики «Путь до лидера ОПГ» подошла к концу. Ребята, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. И также не забывайте, конечно же, написать в комментариях, участвовали ли вы и брали ли вы какие-нибудь задания от любой фракции. Будь то там больница, СМИ или то же самое ОПГ, ребята. Потому что это реально прикольно и бабосиков платят, кстати, совсем неплохо. Ну, а я с вами не прощаюсь. Увидимся в предыдущих и будущих видео, конечно же, в конечной заставке. Ну и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok